Уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить за возможность представить наш доклад на сегодняшнем конгрессе. И наш доклад посвящен такой опухоли, как равдомиосаркома, достаточно нередкой патологии в детском возрасте, и тем не менее имеющей очень серьёзный прогноз и не всегда удовлетворительный результат лечения. Здесь много говорилось о том, что такое саркома мягких тканей, давалось определение. Равдомиосаркома возникает из примитивной мезонхимальной клетки, предшественника клетки поперечно-полосатой мускулатуры. Если говорить об исторических данных, то хочется сказать, что этапы развития детской онкологии в целом отражают этапы развития лечения равдомиосаркома. В 1975 году было проведено исследование СИОП, которое показало эффективность проведения комбинации ВАК на этапе предшествующему локальному контролю. В дальнейшем было показано, что для пациентов с параменингиальными опухолями эффективно проведение лучевой терапии. В результате удалось добиться показателей выживаемости на уровне 68%. Следующее исследование показало эффективность добавления и фосфамида в высоких дозах, применение шести химиопрепаратов в группах высокого риска. И возраст проведения лучевой терапии снизился до трех лет у детей с параменингиальной равдомиосаркомой. Последовательно были проведены в Германии несколько исследований, которые также показали эффективность замены циклофосфана на фосфамиды, снижение токсичности, добавление випезида. Лучевая терапия начала применяться в зависимости от ответа опухоли на предшествующую химиотерапию. И такой термин появился как секонд-лук операция. Всё это позволило установить безрецидивную выживаемость на уровне 69%. Этапы проведения АРС-группы. Всего было проведено 5 исследований. В первом исследовании изучалась комбинация венкристин-дактиномицин без лучевой терапии. Показатели выживаемости были 52%. В дальнейшем добавилась лучевая терапия, которая стала стандартом. Третье исследование показало эффективность интенсификации лучевой терапии. В четвёртом исследовании также заменили циклофосфаны и фосфамиды, но, к сожалению, не улучшили общую выживаемость. На слайде показана эволюция химиотерапии Рабдомиосаркома. История начинается с 1945 года, когда единичная публикация о применении дактиномицином. В 1964 года показана роль открытой инкристины циклофосфамиды. Показана роль этих препаратов в лечении дактиномицина. С 1966 года дактиномицин считается эффективным препаратом при распространённых стадиях Рабдомиосаркомы. С 1970-х годов это режим ВАК, в дальнейшем происходит совершенствование химиотерапии, добавляется доксорубицин, этапозит и фосфамид. В 1999 году исследуется ингибитор тупоизомираз, в 2003-м идут исследования иринотыкана и трабектидина. Иринотыкан остаётся эффективным для отдельных групп, для вторых рейней трабектидин, как мы знаем, является неэффективным для лечения Рабдомиосаркомы и нашёл своё применение для лечения других опухолей. И в 2017 году приводятся данные о ряде препаратов, таргетных препаратов, но, к сожалению, без доказанной эффективности. По структуре саркомы мягких тканей составляют 7%. Общая заболеваемость детского возраста 12-15 детей на 100 тысяч, заболеваемость саркомы мягких тканей 1 ребёнок на 100 тысяч, заболеваемость с Рабдомиосаркомой 0,5 случаев на 100 тысяч детского населения. Мальчики незначительно преобладают среди заболевших и 40-60% случаев наблюдаются Рабдомиосаркомы у детей до 10-летнего возраста. Параменингельная локализация — это совокупность ряда локализаций. Сюда относятся и основания, черепа и носоглотка, крылонёбная, подвисочная ямка, околоносовые пазухи, полость носа, среднее ухо, орбита, стресс и деструкция стенок. Хорошо известна связь Рабдомиосаркомы с генетическими синдромами. Один из них был показан в предыдущем докладе. Скажу только, что мы сталкивались с локализацией Рабдомиосаркомы в области головы и шеи у пациентов с синдромом Лифроумени, Беквитовидемана, кардиофициально-кожным синдромом, НУНАН, болезнью Реклинкаузена. Диагностика. Безусловно, важна комплексная диагностика, которая позволит установить не только распространение первичной опухоли, но и выявить метастазы регионарные и отдалённые метастазы. И, безусловно, провести иммуногистохимическое исследование, сначала гистологическое, затем иммуногистохимическое и молекулярную диагностику. Здесь хотелось бы обратить внимание на магниторезонансную томографию, потому что для диагностики параменингиальных опухолей важна ширина среза и важно посмотреть последовательности до и после контрастирования. И привожу пример, как выглядит опухоль при различных режимах проведения магниторезонансной томограммы. В 1995 году установлена взаимосвязь гистологического варианта рапдомиосаркомы с факторами прогноза. И было установлено, что хороший прогноз для пациентов с ботриоидным и ретиноклеточным вариантом. Промежуточный в тех случаях, когда устанавливался типичный эмбриональный вариант, ну и совсем плохо обстоят дела с альвеолярным и солидным вариантом. С 2000-х годов устанавливается значение хромосомных альтераций. И в последнее время говорят уже о фьюжн-позитивных и фьюжн-негативных опухолях. Наверное, можно предположить, что когда-то это ляжет, может быть, в скором будущем, ляжет в основу классификации. Здесь я привожу известные факторы риска прогноза и развития рапдомиосаркома. И, как мы говорили, это гистологический тип опухоли, первичная локализация благоприятная, неблагоприятная, размер, радикальность хирургического лечения, проведение лучевой терапии против отказа от лучевой терапии, возраст детей, метастазы, которые выявляются в момент первичной диагностики в сети, факторы хорошо известны. Ещё одно исследование, которое также хорошо знакомо детским онкологам, проведено в группе пациентов с неблагоприятной локализацией параменингиальной рапдомиосаркомы. И здесь учитывался как неблагоприятный фактор возраст развития опухоли у детей до трёх лет и старше десяти, вовлечение менингиальных оболочек, размеры более пяти сантиметров, ну и, как говорила выше, сама неблагоприятная локализация. За каждый неблагоприятный фактор устанавливался счёт и давался балл, и чем больше баллов набирал пациент, тем хуже наблюдалась выживаемость. Воодушевившись вот такими находками, мы решили провести собственное исследование и уточнить влияние известных факторов риска рапдомиосаркомы у пациентов с единой локализацией параменингиальной, выявить из вот всей неблагоприятной этой локализации наиболее неблагоприятные группы пациентов для того, чтобы в дальнейшем интенсифицировать лечение и провести анализ результатов лечения рапдомиосаркомы у пациентов с параменингиальной локализацией. И вот какие критерии мы задали. Морфологически подтверждённый, безусловно, диагноз, возраст дети до 18 лет, хотя бы один этап должен быть проведён у нас, в нашем институте, и, конечно, мы должны иметь доступ к компьютерной магнитно-резонансной томографии до начала лечения, после проведения лечения и после окончания лечения. И мы не включили в исследование инициальные лептоменингиальные метастазы или если мы обнаруживали опухолевые клетки в ликворе. Период, как вы видите, достаточно большой – 15 лет. За 15 лет мы собрали данные о 86 пациентах с рапдомиосаркомой параменингиальной локализацией. Мы не выявили преобладания по полу детей. Средний возраст был 7 лет, медиана 6 лет. В основном это были дети до 10-летнего возраста. Мы не выявили ни одного случая обнаружения рапдомиосаркомы параменингиальной локализации у детей до 10-летнего возраста. И небольшая была группа пациентов старше 10 лет. Клиническая картина складывалась из опухолевых масс, которые деформировали контуры лица и черепа в подавляющем большинстве случаев. У 72% пациентов наблюдали тризм, нарушение носового дыхания у 33%, головная боль у 1,5 пациентов, сукровечно-гнойное выделение, из наружного слухового прохода пара с лицевого нерва, нарушение слуха у 16%, другое вовлечение других черепно-мозговых нервов у 21% пациентов. По тому, как распределились локализации внутри параменингиальных опухолей, чаще поражалась крылонёбная подвисочная ямка. Полость носа и пазухи другие поражались в 24% случаев, среднее ухо — 17%, носоглотка — 9%, интракраниальное распространение опухолей мы наблюдали практически у 1,3 пациентов. Как же повлияла локализация рапдомиосаркомы на показаниях, показатели общей выживаемости? Мы взяли год, 3 года, 5 лет, стандартный показатель и 10 лет. И вот что мы увидели, что чуть более 50%, половина пациентов с поражением среднего уха пережили год наблюдения. События случались как на первом году в этой группе, так и на втором году наблюдения. Те, кто пережили 2 года, 2-3 года, в общем-то имели шансы иметь более долгосрочную заживаемость. У пациентов с поражением подвисочной крылонёбной ямки мы видели, что 5-летняя выживаемость была на уровне 68%. В группе с поражением около носовых пазухов этот показатель был 79%. И, скорее всего, тренд, общий тренд на выживаемость в группе всех параменингиальных опухолей задают пациенты с поражением подвисочной крылонёбной ямки. Мы, конечно, сопоставили эти показатели. И вот что увидели, что достоверные различия выживаемости имели пациенты с опухолями около носовых пазух против показателей выживаемости у пациентов с поражением крылонёбной подвисочной ямки. И также мы увидели достоверную разницу в показателях выживаемости у этой же группы пациентов с поражением около носовых пазух и с поражением среднего уха. Влияние на показатели выживаемости пациентов с распространением среднего уха. Это не только те пациенты, у которых было поражено среднее ухо. Но если из других локализаций имело место подрастание опухоли в структуру среднего уха. Таких пациентов было не так много, но тем не менее достоверное влияние на показатели выживаемости, достоверное снижение показателей выживаемости. Влияние интракраниального распространения. Но тут мы, наверное, не сделаем секрет, что, конечно, когда опухоль распространилась интракраниально, даже в тех случаях, когда мы не видели достоверного и не имели возможности достоверного подтверждения вовлечения менингиальных оболочек и не находили клеток в ликворе, мы всё равно достоверно увидели снижение и ухудшение показателей общей выживаемости. Метастазирование. Региональные метастазы мы наблюдали у 21% пациентов, диссеминированные у 13%. Итого, это треть пациентов от всех имела то или иное метастазирование. Стодирование. До операции ТНМ стадия вторая, что не отражает адекватности данной классификации по клиническим группам. В основном это были пациенты, у которых была проведена биопсия опухоли. И вот как мы увидели, как стадия влияет на показатели выживаемости. Здесь мы не увидели достоверности. Но, конечно, тренд есть, что пациенты с более ранними стадиями выживают лучше. Эмбриональная рапдомиосаркома и этот гистологический вариант мы наблюдали у большинства пациентов. Эмбриональный вариант у 26%. На слайде показаны данные литературы и наши данные, которые в целом повторяют историю, хорошо известную и которую приводят другие исследователи. Как же повлиял вариант рапдомиосаркомы на выживаемость в этой группе? Вероятно, такое влияние есть, но мы не увидели достоверность. Возможно, это связано с малой выборкой. Лечение. Неоадевантную химиотерапию получили 100% пациентов. Адевантную 86%. Лучевую терапию на первичную опухоль также провели большинство пациентов. Регионарные метастазы облучались, отдалённые метастазы. Хирургическое лечение проведено чуть меньше, чем в половине случаев. Из них традиционные широкие резекции 65% и эндоскопическое удаление опухоли в 35% случаев. Почему такое соотношение? Потому что охватывает исследования достаточно длительный период времени. И в том числе те годы, когда в основном применялись традиционные широкие резекции. Как же повлияло ответ на неоадевантную терапию на выживаемость? Вот что мы увидели. Что пациенты, которые имели частичный и выраженный эффект, имели, конечно, лучшие показатели выживаемости по сравнению с теми, у кого была достигнута стабилизация. Влияние хирургического лечения. Здесь мы не привязывались к конкретной операции, а говорили только о тех случаях, когда операция была или тогда, когда она не выполнялась. Мы не увидели достоверности в различии выживаемости, но, тем не менее, в общем-то, тренд был задан. Таким образом, результаты лечения наших пациентов живых 60 детей, что составляет практически 70%, рецидив возник в 26% случаев, умерли 30%. Из них прогрессия заболеваний, в том числе по ЦНС, мы наблюдали у большинства пациентов из умерших продолженный рост и инфекционное осложнение в одинаковом проценте случаев, токсичность лечения мы наблюдали у двух детей. Общая выживаемость в этой когорте пациентов составила 3-х годовая 70%, 5-летняя 69%, 10-летняя 66%. Безрецидивная выживаемость 5-летняя 80%, практически 5%. Бессобытийная выживаемость 54%, 55%, 10-летняя только половина пациентов проживет 10 лет. Какие же мы отметили тенденции? Рабдамиусаркома параменингиальной локализации чаще поражает крылонебную и подвисочную ямки. Локализация или распространение опухоли в структуры среднего уха ухудшают прогноз. Интракраниальная инвазия ухудшает общую выживаемость. Достижение частичного или выраженного ответа на неоадивантную химиотерапию важнейший показатель и ассоциирован с лучшими показателями выживаемости. И хирургическое лечение положительно влияет на показатели общей выживаемости. Таким образом, мы наметили группу, в которой необходимо интенсифицировать лечение. Это группа с поражением среднего уха и с интракраниальной инвазией. Ну и надеемся, что наши дальнейшие исследования будут послужить на пользу и будут улучшать показатели в той группе, которая сегодня представляется наиболее серьёзной. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Продолжение следует...